Всем привет! Меня зовут Михаил Ленивцев, а это финансовая детская неожиданность, которую мы делаем вместе с Министерством финансов края. Еще раз нырнем в инвестиции и поговорим о способе вложений, который, пожалуй, лучше всего подходит обычным людям. Биржевой фонд. Это у нас что? Для кораблей фонд. Люди могут покупать эти акции, и потом когда-нибудь они пригодятся им. В принципе, да, но по сути это такой способ влить свои деньги в огромный котел активов, которые уже составили профессионалы. То есть это разновидность доверительного управления. Мы можем называть их биржевым фондом. Другое популярное название ETF – это английская аббревиатура Exchange Credit Fund. Смысл тот же. Но если вы не против, то я буду использовать дальше ее. Мне так привычнее, да и вообще-то короче. В двух словах о том, как это работает. Финансовые профессионалы из управляющей компании составляют инвестиционный портфель. Покупают десятки и сотни ценных бумаг на свои счета. А затем оформляют этот портфель как отдельную компанию, которую делают публичной, и ее паи можно купить на фондовой бирже. Частные инвесторы идут и покупают кусочки, которые стартуют от пары тысяч рублей. Главная прелесть в том, что за небольшие деньги человек, по сути, становится инвестором в огромное количество компаний. Если бы он захотел сделать так сам, то пришлось бы доставать из кошелька с десяток миллионов рублей. Не то, чтобы это всем доступно, правда? Это первый плюс. Низкий порог входа. Второй плюс. Меньше риска. Предположим, что один инвестор вложился в пять компаний. Одна разорилась, две почти ничего не заработали, еще две принесли какие-то деньги. В сумме прибыли или не будет, или будет совсем немного. У фонда же есть диверсификация. Даже если обанкротятся 10 компаний из 100, то это не так критично. Третий и четвертый плюсы. Простота и прозрачность. Не нужно глубоко разбираться в инвестициях. Достаточно почитать несколько документов фонда и понять. Вкладывается он в такие-то активы, в среднем приносит такую-то доходность, управляет по таким-то правилам, которые соответствуют законам. Но есть и минусы. Как думаете, какие? В фонде же уже есть акции, наверное, потому что там же еще какие-то, ну там же кто-то еще покупает. И это не исключено, конечно, но более вероятный риск, как и при любых инвестициях, никто не знает будущего. Иногда оно приносит хорошие вести, как в 2020-м. Тогда технологические компании и фонды, которые купили их акции, показали сногсшибательные результаты. Все же в интернет ушло, особенно за рубежом. А вот инвесторы условного фонда нефтяных компаний, наоборот, плакали горючими слезами. Второй недостаток фонда покрывает только самые распространенные ценные бумаги. Вы без проблем найдете фонд российских компаний, или американских, или китайских автопроизводителей. Но вот фонд российских компаний-разработчиков в виде игр вряд ли получится найти. Тут придется самим. А теперь пару советов о выборе фонда. Понятно, что стоит почитать документы, стоит взглянуть на отзывы и лицензии управляющей компании. Еще одна очень важная вещь – это размер комиссии. Фонд – это тоже бизнес, его обслуживают люди, которые хотят заработать. Средняя комиссия на российском рынке от полупроцента до трех. На зарубежных бывают комиссии в сотне и тысячи процента годовых. Это важно, потому что ее возьмут в любом случае. И совсем неинтересно, когда фонд принес инвесторам 2% за год, а себе забрал 3%. А еще стоит посмотреть на диверсификацию фонда. Не буду называть конкретной компанией, но вот посмотрите. В одном фонде 20 акций, а в другом 140. Стоит ли говорить, что риски у второго гораздо ниже? Последний вопрос, который осветим – а как купить-то эти ETF? Если вы завели брокерский счет, а его открывают уже почти все банки и другие финансовые предприятия, то ничего особенного делать не надо. Любое приложение на телефоне позволяет торговать на бирже в несколько тыков. Подробнее об этом и не только можете почитать на этом портале. Просто наведите камеру телефона на QR-код. И напоследок, если кто-то рекламирует себя как фонд и обещает приносить десятки процентов прибыли в месяц, то спешу разочаровать. Это в Раке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова